Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на YouTube-канале Политека. Меня зовут Евгения Кутнова. Оставляйте лайки под этим видео, оставляйте свои комментарии. Для нас это очень важно, ведь мы работаем для вас. Мой собеседник сегодня Геннадий Кутков. Геннадий Владимирович, я вас приветствую. Да, Евгения, здрасте, здрасте. Я вас также приветствую. Все, кто нас слышит и видит также. Геннадий Владимирович, предлагаю начать не с очень хороших новостей. Продолжаются ракетные обстрелы Украины. Сегодня утром, в частности, обстреляли Запорожскую область, Роддом. Есть погибший один младенец. Сегодня также подверглись атакам, ракетным атакам и объекты энергоинфраструктуры. Также и жилые дома в самом городе Киеве. Сообщается тоже о десятках пострадавших. И, к сожалению, также есть погибшие. Вот понимаете еще в чем? А перед этими обстрелами, которые произошли в Киеве, в Европарламенте, собственно, принимали решение о признании России государством спонсором терроризма. Вы можете объяснить, что за логика такая у Путина и в Кремле? Чего добиваются и чем руководствуются? Что у них там в голове? Ну, давайте сначала от печки танцевать. Что такое Россия? Россия — это большой Хамас с ядерным оружием. Власть в стране захватила преступная группировка, которая исповедует террористические методы борьбы, террористические методы войны с соседями. Вот что из себя представляет Россия. Это оккупированная страна с несчастным порабощенным народом, который превращен частично в быдло массу путем пропаганды и навязания всяких сомнительных с точки зрения морально-нравственности стереотипов. И Путин человек, который уже по большому счету стал мировым изгоем, у него нет репутации. Он уже не заботится о том, что делать что-то приличное. То есть он уже мировой изгой. И все, что он сейчас хочет в своей жизни, в оставшейся, это как-то выйти из этого тупика украинского, в котором сам себя загнал, как вот крысиную ловушку для крыс. А для того, чтобы выйти отсюда каким-то образом живым, он хочет затянуть войну до невероятно длительного времени, параллельно с этим нанося террористические удары по украинской территории, в надежде, что оборонный комплекс будет этого смертоносного оружия поставлять в достаточном количестве. Мобилизованные люди будут поставляться в необходимом количестве для перемалывания на поле боя. И таким образом истощится терпение и у украинцев, которые взмолятся, скажут, давай, черт с тобой, что-то тебе дадим, только прекрати нас бомбить. И мировое терпение всякое. Вот, собственно говоря, что из себя сегодня представляет Россия, ее руководство и та ситуация, которая сложилась в Украине в связи с агрессией, которая началась 24 февраля этого года. Интересный же момент в том, что от этих ракетных обстрелов свет пропал в Киеве и воду отключили, но не только в Украине, а пострадал также юг Молдовы, включая Приднестровье. Также сообщается об этом в телеграм-каналах. Ну и вы что, считаете, что Путин по этому поводу сидит и утирает горькую слезу, которая, так сказать, появляется самопроизвольно на его глазах, и так ему жалко Молдову? Вы понимаете, что это человек, который готов угробить любое количество людей, готов уничтожить любую страну, готов на любое преступление, лишь бы сохранить самому себе жизнь и власть? Две вещи его интересуют. Власть и жизнь. А, собственно говоря, они являются одним и тем же понятием, поскольку потеря Путина в власти означает потеря Путина в жизни. И он это подозревает и очень хорошо понимает. Поэтому, если бы была возможность выскочить из этой западни за миллиард жертв, я боюсь, что Путин мог бы на это пойти. Геннадий Владимирович, понимаете, скажем так, парадокс? Вы говорите о том, что он понимает, но понимает ли он то, что украинцев, собственно, не сломать? То, что он пытается там и заморозить город, и чтобы... А вот это он не понимает. Не понимает. А вот это он категорически не понимает. Он считает, что можно и нужно сломать украинцев. Он считает, что украинцы устанут, а украинцы дрогнут. Украинцы потеряют ту поддержку, которым оказывает сегодня весь мир. Или в мире произойдут какие-то события, когда уже мир будет не до Украины. Он на это еще надеется. Или еще что-то произойдет. И вот он надеется именно вот на такие случайные, можно сказать, факторы, которые могут поменять политическую и военную ситуацию в мире. Вот он абсолютно верит в том, что он прав. Относительно решения Европарламента о признании России государством-спонсором терроризма, также депутаты от Европарламента призывают и другие государства-члены принять меры для инициирования всеотъемлющей международной изоляции РФ. Вот после этого решения, что это решение может дать? Будут ли какие-то введены дополнительные меры, дополнительные санкции? Что означает это решение? Ну, я об этом решении знал уже заранее, задолго. Мы даже встречались с рядом политиков европейского уровня, в частности с аппаратом Борреля и с его аппаратом, с его руководителями. И мы встречались с евродепутатами. Это была встреча совсем недавно, на прошлой неделе. Мы знали, что будет голосование. Там стояло три варианта. Признать путинский режим террористическим, признать Россию спонсором терроризма или признать Россию страной террористом. Но они, в общем-то, пошли по пути по второму, признали Россию. Мы предлагали им все-таки рассмотреть вопрос о путинский режим террористический, но у них там более радикально настроены депутаты. Они сказали, что нет, мы будем более жесткие варианты признавать. Это ожидаемое явление, ожидаемое действие, ожидаемая резолюция. Я там не знаю сейчас итогов голосования, но думаю, что они там сокрушающие эти итоги голосования. Я не знаю, есть ли у вас там на столе перед вами цифры, но я просто убежден, что там больше 75%, если не 80% депутатов. Больше 400 депутатов проголосовали, по-моему, 48 воздержались, если мне память не ошибается. Ну, вот видите, значит, практически чуть, но я не сильно ошибся, сказав, что больше 80%, пусть даже под 90% получается так. Вот, там 700 с чем-то депутатов, значит, часть не принимала участия, ну, неважно, из тех, кто подавляющее большинство. Что касается ситуации, какие-то последствия, катастрофические. Еще ни одна крупная страна никогда в истории человечества не признавалась в статусе террористической державы. Никогда. И мир еще до конца не знает, какие будут юридические последствия, потому что практики, ну, практика есть, но она очень незначительная, она появилась только в последнее время, и то в связи с признанием Соединенных Штатов Америки ряд режимов спонсорами терроризма. Что на самом деле это означает? Это означает, первое, удар по всем должностным лицам. С сегодняшнего дня или там с того момента, когда это вступит в силу, когда там будут приняты национальные акты, эти люди больше не должностные лица. Какими бы паспортами они не прикрывались, там, дипломатическими, политическими, какими бы званиями они не обладали, какие бы должности они занимали, они все становятся уязвимыми для международного права, они все пособники терроризма. Первый. Вопрос номер два. Идет, будет теперь дальнейшая изоляция России по всем линиям, к сожалению, по всем линиям. И наука, и искусство, и медицина, и образование, и транспорт, и все, что хотите. То есть Россия будет страна-изгой, которым будут брезговать общаться. По всем линиям. Это означает серьезную изоляцию, и дальнейшую серьезную изоляцию страны. Третье. Вступает в действие пакет так называемых вторичных санкций. Это не только прямые санкции, те, которые приняты Западом, но и все санкции, которые направлены на пресечение развития терроризма в мире. То есть любые контакты, любое сотрудничество, любые отношения, там, экономические, торговые и так далее, будут подвергаться сомнению и блокировке. То есть это тотальная международная экономическая и прочая изоляция и резкое сокращение объема сотрудничества. Потому что те организации, те страны, те режимы, которые будут с Россией сотрудничать, сразу будут попадать под подозрение под то, что они являются пособниками террористов, то, что они помогают террору. Ну и они могут, все организации, компании и прочие-прочие структуры, которые сотрудничают со страной с полным терроризмом, подлежат ограничениям или там полным тоже санкциям. Это серьезно. Это серьезно, потому что никакой правовой защиты такой уже не будет. Никаким международным правовым актом взывать будет невозможно. Вот, собственно говоря, что это означает. То есть до конца еще практики, как таковой, нет. Она вот сейчас будет, к сожалению, отрабатываться на российском государстве. Будет плохо всем. Будет плохо абсолютно всем россиянам. Я не являюсь никаким исключением. Будет намного все сложнее, труднее. Будут блокировки счетов, будут какие-то преследования, будут какие-то подозрения на тебя. Вот я сейчас пересекал границу Румынии и Венгрии. Ну, не сейчас, а вот два дня назад. Ну, остановили меня одного. Машину сказали, поставь и жди. Вот я сидел и ждал, чего-то ждал, потом меня чудо задавали, потом меня пригласили в какой-то там вагончик. Все машины проезжают, а я там минут 20-30 стоял, ждал, пока там разберутся, террорист я или не террорист, пособник я террористов или не пособник, готов я, так сказать, к совершению терактов или не готов. Вот они там разбирались, но потом, не знаю, там уж что-то такое там, то ли разобрались, то ли чего-то, ну, как бы каким-то базам данных проверяли, не являясь ли я каким-нибудь бандитом страшным, так сказать. Но потом все-таки вернули мне документы и сказали, ладно, езжай. Но, в принципе, вот это самое малое, это самое малое ограничение, в котором столкнулся я, например, а все остальное намного сложнее, хуже и тяжелее. Мне уже позвонили с болгарского МИДа, сказали, что, Геннадий, возникают проблемы, мы сейчас будем ограничивать вопросы по всей вероятности или усложнять вопросы получения политического убежища для россиян. Я говорю, ну, вы даете, давайте тогда вообще Путину будем выдавать, а что вы? Тогда что вы не выдаете? Мы же вам помогли, что вы теперь не выдаете, Болгария не выдает теперь. Российские граждане, по запросам прокуратуры России, ну, давайте тогда выдавать, давайте тогда Путину сделаем подарок, давайте все, кто там бежал от войны, кто бежал от призыва, мы прямо туда, я говорю, военкомат прям выдавайте напрямую. Ну, вот я сейчас вернусь в Софию, буду там разговаривать, общаться. Конечно, я буду настаивать на том, что, наоборот, не то что упростить, а увеличить количество международных убежищ, предоставления видов на жительство и так далее, тем россиянам, которые исповедуют антивоенные, демократические взгляды. Как минимум мы будем помогать этим людям. Вот, ну, то есть мы видим, что идет уже статение по всем параметрам в отношении всех граждан России, даже выходцев из России, тех, которые там уже получили вид на жительство, иногда даже гражданство. Будет всем непросто, но будут давливать государственный, в первую очередь, аппарат, государственные ведомства, должностных лиц. Это будет продолжаться долго, жестко, крайне неудобно для всех россиян, но мы должны за это злиться только на Путина. К сожалению, на Путина, на его режим, на всех тех, кто помогал ему сделать страну изгоем. Геннадий Владимирович, я уточню, просто вот все вот эти вот меры, которые, ну, надеемся, что они будут введены, могут ли они сподвигнуть массы все-таки на протесты? Потому что вот если мы там говорим там, ну, о чиновниках, да, ну, у них-то что, как бы, они там, извините, там успели навороваться и могут себе сидеть там в России, отсиживаться. А вот люди вот могут из-за этого всего подняться? Просто что должно уже, знаете, стать такой вот красным? Не, 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 ну, давайте, давайте мы сейчас вот, вот, понимаете, вот не бывает в политических, социальных процессах, они имеют большую инерцию, не бывает такого, что вот тут включили, и тут произошло что-то, и тут пошла продукция, или там какие-то, включили санкции, произошла революция, включили еще что-то, народ там воспрял. В конечном итоге, конечно, все направлено на это, на ослабление режима, на формирование сознания, что этот режим токсичен каждому проживающему в стране, и это не словом, а делом, потому что когда были слова, и когда Запад говорил, что нельзя так, вы зря, Владимир Владимирович, вы зря, так сказать, так себя ведете, надо защищать права, надо проводить нормальные выборы, слова закончились, начались действия. Раз слова не подействовали, если люди не понимают через мозг, должны понять через другие, так сказать, органы чувств. У нас их, по-моему, там пять, если не берем интуицию, по-моему, шестая. Там недоказанный факт. Но там есть зрение, слух, ощущение, так сказать, там, и так далее, и тому подобное. Осязание, вкус, вот эти все уровни чувств. Пусть они тогда работают. Когда люди не будут нормально есть, не будут нормально жить, не будут пользоваться нормальной продукцией, не будут выезжать, не будут общаться с своими коллегами в области науки, искусства, образования, медицины, и так далее, и тому подобное. Когда там не будет поставляться продукция, когда люди почувствуют на себе, что, ребята, вы разбираетесь, мы тут разбираться не будем, это ваше внутреннее дело, ваша власть. Вы заслуживаете такого правительства, это же правило, это же закон природы, каждый народ заслуживает своего правительства. Если вы хотите, чтобы ваше правительство и дальше продолжало быть главным пакостником планеты, ради бога, вперед. Но тогда мы вас действительно накрываем медным тазом, варитесь в этом тазу, сколько хотите, только нас не трогайте. Либо вы тогда уж, пожалуйста, как-то давайте на столбовую дорогу цивилизации, вы руливаете, пожалуйста, вот без этих вот упырей, которые вам там мешают. Уж вы-то сами решайте, что с ними делать. Это ваше внутреннее дело, но мы говорим, что мы с такой страной, с таким руководством, с таким народом, который терпит это руководство, дел общих иметь не будем. Вот, собственно говоря, для этого санкции, для этого все эти механизмы, для этого признания, для этого какие-то правовые режимы, там, торговых ограничений, прочее, прочее, прочее. Конечно, они направлены на то, чтобы народ задумался, а как он хочет жить? В цивилизованном мире или в Северной Корее, начиненные, так сказать, оружием и какими-то там этими держимордами, которые в любой момент все это может взорваться, к чертой матери. Ну, народ пусть должен самоопределиться. Я понимаю, что я так говорю, вот, как бы, может быть, скажешь, как, ну, ты же понимаешь, мне жалко тех людей, которые боролись, хоть пытались хотя бы отставить свои права. Они там выходили на митинги, они шли, голосовали, они были наблюдателями, они там вели журналистскую деятельность, они это в блоге, они там в сетях и так далее. Этих мне людей жалко, очень, потому что они не заслужили такое правительство, но их не оказалось большинство, которые могли бы тогда вовремя воздействовать на эту власть, чтобы она не превращалась в хунту и в кровавый, так сказать, режим. Этих мне людей жалко, но остальные должны либо прозреть, либо сгнить вот в той жизни, в какой они живут. А то, что мы сегодня, ну, мягко выражаясь, отбрасываем страну на десятилетия назад, мы отбрасываем в прошлое, да не в то прошлое, да это будет намного хуже 90-х годов, как бы мы их не отбросили в 30-е годы, вот страну, может произойти и такое, в 30-е годы, по крайней мере, идет война, по крайней мере, сегодня уже гибнут десятки тысяч человек, они уже погибли, там, если верить статистике западной, счет уже приближается к сотне тысяч жертв, ну, потихоньку, медленно приближается, ну, что я могу сказать, народ должен думать, к сожалению, сейчас вот это так, долгий эффект и различных ограничений, это могут быть годы, ну, и плюс война, плюс война, которая, конечно, ускоряет этот процесс. Игорь Владимирович, относительно того, собственно, как могут развиваться события на фронте, вот в украинской разведке считают, что Россия может готовить теракты в Беларуси, в частности, на АЭС, которая находится близко к границе, входящих в НАТО балтийских стран. Вот как вы думаете, вот таким вот образом пытаются все-таки, да, Путину втянуть и Белоруссию в войну, и насколько вероятно это все? Потому что, ну, вот в генеральном штабе не исключают, да, Белоруссия де-факто уже находится в войне, де-факто. Да и Юра нет, де-факто уже, поскольку сдала территорию, ну, по крайней мере, вот тот, кто называется президентом, который проиграл эти выборы, которые не пользуются никакой поддержкой народа, вот этот человек, он сдал страну в аренду под военные цели. Под аэродромы, под пусковые установки, под какие-то, так сказать, центры тренировки и подготовки войск, под их размещение, раскортирование и так далее, и тому подобное. Он уже сдал эту страну под военные цели, под военные нужды Путина. Путин теперь хочет сделать последний шаг, додавить его, вполне возможно, путем провокаций до прямого вступления армии Белоруссии в войну против Украины. Это вот то, о чем он мечтает и то, что он хочет сделать. Понятно, что Лукашенко в силу не то, чтобы он любит украинцев и Украину, он просто любит себя, понимает, что это резко осложнение его положения сделает, в общем-то, его гибель практически неизбежной, да, он, конечно, этому всячески противится, он понимает, что Путин войну проиграл. Кто там кого победит, кто окажется подлее, кто окажется хитлее, кто окажется сильнее и так далее, но мы с вами увидим. Но я бы не исключал возможность таких провокаций. Я не думаю, не уверен, не уверен, что эти провокации могут быть осуществлены в отношении атомной электростанции, но Путин же все-таки не идиот, он же не хочет, чтобы действительно Атомная в прямую вступила в бой. Тогда там вообще никаких шансов не будет у российской армии долей нескольких дней удержаться на территории Украины. Поэтому я думаю, что провокации возможны, но они могут носить такой характер, обязывающий Лукашенко начать боевые действия. Вот тут я думаю, что они попытаются найти какой-то вариант. И то, что сейчас ваш гур говорит об этом, журналисты говорят, мы с вами говорим. Это очень правильно, потому что мы заранее упреждаем действия противника. Это тоже важно. Ну вот посмотрим, чем это все закончится. Я так надеюсь, что на атомной электростанции атаки все же не будет, потому что это слишком большой вызов. Это можно и нарваться на серьезную ответку. А вот по всем остальным объектам могут быть серьезные провокации. Я не удивлюсь, если они произойдут. К сожалению, я так говорю, зная про подлость путинского режима. Зная всю подлость, глубину подлости путинского режима. Да, украинцы тоже уже знают. Это очень хорошо. Геннадий Владимирович в ЦРУ, в частности, заместитель директора Дэвид Марлоу заявил о том, что они ищут среди россиян тех людей, которым война на Украине так же противна, как и им. В общем, и в частности, они там высказываются, что ищут недовольных офицеров, олигархов, состояние которых было подорвано санкциями, а также бизнесменов и других лиц, сбежавших из страны. Вот у меня просто вопрос, удастся ли и вот пойдут ли на это, те же недовольные офицеры, те же олигархи, те же, кто уехал? Ну, конечно, конечно, найдутся. Я вам больше скажу. И чтобы что. Это вам любой разведчик скажет, кто работал, любой, так сказать, опытный сотрудник спецслужб скажет, что там большая часть агентуры, которую имеет разведка, это так называемые инициативники, кстати говоря, самая лучшая агентура, самая ценная часть агентуры, это те люди, которые самостоятельно обратились к спецслужбам в предложении сотрудничества. И несмотря на всю сложность и опасность вербовки такого контингента, потому что там могут быть подставы, оперативные игры, тем не менее разведки все равно продолжают с этим случаем работать и очень много реально приобретений ценной агентуры, именно люди, которые желают сотрудничать с разведками. Основной источник приобретения агентуры. Вербовки реже, хотя и вербовки тоже, но вербовки все-таки не столько дают количество ценной агентуры. Поэтому, когда вот сейчас американцы дали объявление, кто хочет сотрудничать с ЦРУ, пожалуйста, обращайтесь, они абсолютно правильно поступили. В тот момент, когда сейчас многие в элитах, ненавидящие Путина и не видящие выхода из ситуации, они, конечно, сейчас будут думать, как же все-таки отползти от этой войны, от этой агрессии, от вины за убитые, за загубленные жизни, за пролитую кровь. И американцы правильно сделали. А я вообще рекомендовал бы и другим разведкам, британской, немецкой, но те, которые серьезно работают, поддержать такой призыв, это сейчас важно. Это важно для раскола элит. Люди захотят в секретном порядке, как-то, я же об этом говорю, ребят, дайте элитам exit strategy, вот стратегия выхода. Ну и, может быть, вот это одна из стратегий выхода, одна, подчеркиваю, одна из. Она не может быть там массовой, но, тем не менее, какие-то люди могут, особенно на должностях, обладающих большим информационным ресурсом, что очень важно, воспользоваться этим, потому что разведки всегда работают на получение самой такой конфиденциальной, секретной, важной, политической, военной, технической информации. И люди, которые обладают информационным ресурсом, это, может, не олигархи, как раз, в олигархах есть деньги. Они могут отдать часть капитала на борьбу, допустим, Украине, на войну, да, и каким-то образом это сделать, и получить индульгенцию. В этом ничего я не вижу, например, зазорно. Вот. Я думаю, что обращение ЦРУ и других разведок адресовано, в первую очередь, гражданостным лицам путинского режима, тем людям, которые знают многие важные вещи, которые бы хотела узнать американская разведка. Ну, или не хотела бы знать, а может, хотела бы подтвердить. Я просто убежден, что у американской разведки достаточно много источников в окружении Кремля, правительства и так далее. Они хорошо владеют своей, так сказать, темой, что именно происходит в России, какие там могут быть дальнейшие ходы Путина и его приспешников. Ну, нормальная практика, о чем? Мы молодцы. Можно только позавидовать, что у них есть такая возможность пополнить ряды на свои агентуры ценными источниками. Геннадий Владимирович, относительно того, все-таки, как меняется настроение в российских элитах, ну, мы с вами, кстати, об этом говорим тоже часто. А оно не меняется. А кто вам сказал, что оно меняется? Ну, вот я хочу вас все-таки спросить о чем. Вот что, вот ранее, там, в одном из своих интервью вы также заявляли о том, что путинские придворные, там, многие даже об этом и не знали. А вот в Таймсе пишется о том, что помимо Бортникова и Патрушева в список людей, убеждавших Путина начать войну. Также, ну, есть Юрий Ковальчук, да, и вот Абаз... Юрий Ковальчук, Юрий Ковальчук в иерархии стоит и выше, и Патрушев, и Бортников. Да, и вот Абаз Галямов, политолог... А? Прошу прощения, вот Абаз Галямов, политолог российский, вы же наверняка знаете, предположил, что именно интерес хозяина банка вполне может быть связан с желанием получить Украину на разграбление. Ну, то есть, если говорится там про Бортникова и Патрушева, что это силовики, то вот интерес у Ковальчука именно такой. Вот какой интерес может быть, как вы считаете? Ну, насколько я понимаю, я лично Ковальчука не знаю, да, я знаю лично Путина, мы с ним знакомы, но я не знаю Ковальчука. И из того, что я знаю о нем, из того, что я видел, слышал, мне кажется, что там, как бы сказать, продукт холодной войны, глубокая заморозка головного мозга, которая сохранилась вот все эти там 30 лет, когда холодная война закончилась. Мне кажется, что там не только желание пограбить, желание пограбить есть там у всех, и у силовиков, и не у силовиков, и у банкиров, и не у банкиров. Об этом даже и не думайте, не сомневайтесь в этом. Там ребята с мародерскими наклонностями, недаром и армия такая же. Вот, по большому счету пограбить, они с удовольствием. Мне как-то сказал один товарищ, очень вхожий, я сейчас, конечно, не буду его сдавать. Он сказал, Ген, ну страна захвачена нами, ну а что ты на нас наезжаешь? Почему бы, раз страна захвачена, почему бы не пограбить? Я от такой откровенности, как бы немножко, так сказать, даже рот раскрыл. Страна захвачена, почему, почему бы нам не пограбить? Все же во все времена так делали. Мы захватили страну, ну и пограбим. Что ты на нас наезжаешь? Ну вот, как бы, так сказать, вот подружески, типа, давай с нами. Вот, поэтому, но я думаю, что для Ковальчуков, для братьев Ковальчуков, их там два, и Юрий, и Михаил, это не самый главный мотив. Мне кажется, что они, так такие, доктринального типа ребята, которые свои заблуждения выдают за истину, которые свои вот эти маразматические, средневековые убеждения, времен самой отвратительной части Холодной войны, они выдают за свои, не только там, за какую-то доктрину, Путин эту доктрину, Путин их слушает, слушает, как там, типа, идеологов. Дугин-то он для этой, для декорации Дугин, а главный-то идеолог войны, там, Юрий Ковальчук, я не знаю, в какой степени его брат, там, Михаил. Поэтому здесь эти люди в какой-то степени идейные, в какой-то степени, у них вот этот синдром поражения, я не знаю, почему он у них, синдром поражения, потому что, но тем не менее, у них присутствует, какой-то обиды на жизнь, что она сложилась, вот я имею в виду, и тогда, в 90-е годы, так. У них какие-то есть идеи, я бы не сказал, что это только исключительно желание там заработать, что-то срубить, нет, нет, я вот думаю, что там гораздо все глупше и серьезнее. И вот то, что глубже и серьезнее, мне интересно, кстати, момент относительно Пригожина и Кадырова, ведь по факту, понимаете, они сейчас же вербуют зэков, этих заключенных, силовики правоохранительные, там, Но это Пригожин, Пригожин, Кадырова будет своих. Имеется в виду, но там же все равно есть и люди, которые, знаете, ну, давали честь присяге, имеется в виду, в правоохранительных органах, которые там годами там ловили этих преступников, там, вот, вот как они относятся к этому, ко всему? Ну, неужели как это? Или это так, ну, невозможно противиться системе? я вот не знаю, как они относятся к этому, как бы, так сказать, как к идеологии, да, они боролись с преступностью, то есть понятно, что есть там люди, которые борются и будут бороться с преступностью, что бы там ни происходило. Я не знаю, как они относятся, но я точно знаю, что начальство этих людей ненавидит Пригожина и Кадырова. Вот это мне известно. Я не знаю, это зависть, это ревность, это боязнь, что, так сказать, отнимут должность папаху, там, корону, не знаю, что еще, но ненависть к Кадырову или ненависть к Пригожину она очень на серьезном уровне внутри крупных силовиков. По крайней мере. Но эти люди, ведь это является сторожевыми, такими агрессивными псами Путина. Они там, почему их два, потому что на всякий случай, чтобы там не попадать в зависимости от кого-то одного, на мой взгляд. Я могу ошибаться, но мне кажется, так. Путин все время играет на этих противоречиях, чтобы он там был наверху схватки, а под ним бы там все суетились. Вот, поэтому, ну, это цепные псы, которым много позволено. Ну, вот, например, кремлевским, кремлевским, а придворным шутам же многое позволено, да, они там могут и пошутить, и нацмехаться, и очень серьезно даже оскорбить в своих шутках, каких-то придворных. Эти терпят, потому что это королевский шут, которым все позволено. А здесь королевский пёс, который может и облавить, и укусить, и ничего, и все посмеются, потому что хозяин поощряет, и хозяин говорит, ну, ладно, 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 отпусти его за это мягкое место, и больше не кусай. А можете сказать, ну, ладно, подержи его, пусть там немножко подергается. Поэтому вот здесь эти люди, они порождение Путина, они его такой неформальный спецназ, который держится на всякий случай для самых заплеченных, так сказать, дел, мастера заплеченных дел там сосредоточены у Кадырова Пригожина. Но Пригожин сейчас, на мой взгляд, как и Кадыров, ну, Кадыров, может, в меньшей степени, но Пригожин сейчас, я уж извиняюсь, скажу, ловит кайф. Ну, всю жизнь он был там униженный, опущенный, так сказать, и так далее. И вот сейчас вдруг он стал такой фигурой, ну, наверное, у него от природы есть какие-то там задатки болевые, да, какие-то он, наверное, обладает этими задатками. Там, не все далеко бестоланные люди в Крымне, поверьте мне. Но вот эти задатки, которые в нем были, они сейчас проявились. Он все-таки там создал какой-то вот этот ЧВК, он там какие-то проводит действия, он воюет, он воюет там лучше других, он готовит лучше других, он там чего-то. И вот он почувствовал, что он наконец-то ки раскрылся, вот как личность. Там десятки лет он там занимал какие-то, так сказать, там низшие ступеньки, вот, в иерархии. А теперь вот он стал великим военачальником, и ходит там к президенту, как к себе домой, и выполняет его поручения в особом доверии, поощрении, фаворы и так далее. Представляете, какой кураж идет. Поэтому я думаю, что в этом кураже он где-то выходит за какие-то рамки, но Путин пока снисходительно смотрит, ладно, Женя, Женя, ты там давай покуражись, ну ты мне вот это дело делай, черт с тобой, я, в общем, закрываю глаза на все твои прегрешения. Мне так кажется, что примерно вот, я, конечно, там примитивно описал вот эту кухню около Кремлевска, но мне кажется, что она примерно такая, вот по своей сути. Хорошо, Геннадий Владимирович, вот еще одна из новостей о том, что мэр Киева, Виталий Кличко, не исключает эвакуацию части Киева. Ну вот он так не исключил именно часть Киева. Он заявил, что грядет самая тяжелая зима со времен Второй мировой войны и сказал, что часть жителей столицы Украины придется эвакуировать в случае ухудшения ситуации с электроэнергией и сильных холодов. Владимир Зеленский, также наш президент, говорил о том, что там по стране открываются пункты обогрева, так называемые пункты незламности. Знаем также о том, что секретарь СНБО Алексей Данилов тоже заявил о том, что у России есть ресурс на 3-4 массированные атаки, равноценной той, которая произошла 15 ноября. Много об этом тоже всегда говорится. Но я бы ваше хотела мнение узнать. Вот как вы думаете, возможен ли полный блэк-аут в Киеве или в части Украины? Вот как вы думаете? Ну, я думаю, что полного невозможно. Это было невозможно, если в начале войны, то сейчас подавно. Понятно, что они перестроили так, что они начали лишать людей элементарных жизненных благ. Это все понятно, что они творят. Я же говорил, что это большой Хамас с отмороженными лидерами во главе, да еще с ядерной бомбой. Вот. Ну, я думаю, что как защитная мера, мера правильная. Ну, а что делать? Надо людей спасать, чтобы люди не замерзли, чтобы люди там не заболели, чтобы люди не сохранили силы мужества к сопротивлению и так далее. Ну, если такая программа будет, я думаю, что она пойдет при поддержке многих других стран. Ну, там, я не знаю, куда там будут эвакуироваться. Может, в Турцию тепло. Там достаточно тепло зимой. Или там, не знаю, какие-то там другие территории. Ну, почему бы и нет? Потому что главное — это сохранить жизнь. И вот цивилизованные страны всегда сохраняют жизнь. И цивилизованные страны всегда там сохраняют какие-то геополитические понты своих безумных вождей. У кого какие приоритеты? Поэтому я с уважением отношусь к такой программе. Считаю, что если есть возможность, то надо ее предусмотреть и использовать для сохранения народа, населения и тех условий, чтобы люди нормально просто жили, выживали и не чувствуя себя брошенными. Мы будем надеяться, что все-таки такого не случится, Игнарий Владимирович. И относительно... Да, да. Мы-то с вами будем надеяться на лучшее. Но власть, она обязана готовиться к худшему. Да. И относительно еще вот дальнейших там тоже прогнозов и сценариев в Американском институте изучения войны сообщают о том, что Путин может напасть на Белгород. Ну, сам вот так взять и напасть. И среди целей, которые там называются повысить уровень поддержки в российском народе еще цель подготовить почву для введения военного положения во всей Российской Федерации. Если он предположен... Но военные положения они ввести могут. А вот насчет операции провокации, которые бы там выдали... Которые бы достоверно были бы сделаны... Понимаете, есть там у всего путинского аппарата всех этих чиновников, всех этих людей одна общая черта называется она там неприличным словом рукожопья. Они все, что не сделают, у них все через одно место, через это самое. И все, так сказать, у них разваливается. Они там чего не... Ну, все это там вспомните, 2014 год с этими там испанскими диспетчерами, с этими нарисованными самолетами, которые там должны быть накрывать территорию пятикилометровых, ну и так далее. То есть, они что не сделают, или каким-то распятым мальчикам, у них все равно уши вылезают, у них все равно какие-то огрехи. Они там показывают президенту действия каких-то систем вооружения, оказывают, что они показывают американскому президенту американские записи действий их собственных систем. И это все на голубом глазу, как говорится, делается даже, не моргнув глазом, ни один мышц, ни один мускул не дрогнул на их лице, хотя они в рот на прополу, как все вымерены. Я не верю, что они организуют какие-то провокации, при которых невозможно будет доказать, что не они их и сделали. Причем это будет очень быстро доказано всем, это только ухудшит ситуацию, в том числе и в Болгородской области для населения. Ну, что, преступник всегда имеет право на первый выстрел, бандит всегда может начать первым. К сожалению, мы с вами имеем дело с криминальной властью, аморальной, безнадостной, готовой на любые действия, лишь бы попытаться себе как-то оправдать, что-то там, облегчить свое положение. Но я не думаю, что вот этот эффект, допустим, нападения на Белгородскую область, вот я извиняюсь, так сказать, за цинизм, а мне кажется, жители Белгородской области и других приграничных областей давно готовы. Ну, потому что с этих областей взлетают ракеты, взлетают самолеты, идет обстрел, гибнут украинцы, там в мирных городах, в обычных, там дети гибнут. Ну, что население не понимает, что они тоже цели при известной ситуации? Понимают. Ну, сейчас украинцы, мне извиняюсь, так сказать, по-простому уже буду говорить, по-лавропски, ну, шабанут они каким-то ракетам, каким-то там объектам, и уже есть удары там по инфраструктуре. Ну, привыкли к тому, что украинцы наносят удар по военной инфраструктуре? Привыки. К тому же считают, ну, а что делать? Ну, война. Мы их туда постреляем ракетами и получаем в ответ. Поэтому, если Путин какие-то провокации подобного плана начнет делать, я не думаю, что они шибко сильно изменят общественное мнение и настроение в обществе. Ну, не верю я в это. Вот, не просто не верю. Конституционный суд Российской Федерации объявил интеграцию новых регионов в состав России 1 января 2026 года. Ну, понятно, что речь идет о ЛДНР, Херсон, Запорожье. Ну, Херсон уже по факту освободили, Запорожье, Донецко-Луганская область, надеемся, что очень скоро. Просто вот это вот дата, 2026 год. То есть, все не по плану пошло? Да все не должно было пойти по плану. Я не знаю, что у них было за планы, что у них за остолопы. Давали оценки. Ну, если мне, например, было понятно, я предсказывал войну за долги, сказал, что она губительна, бессмысленна, и она будет обречена путинской армией на поражение. Мне не нужно было никаких разведок, контрразведок. Это просто здравый смысл, помноженный на некоторый, так сказать, государственный, житейский опыт. Много там не надо, чтобы сообразить, к чему все это приведет. Поэтому, ну, что они там? Они выбирают какие-то игры. Какой чертовой матери в российской, извините, конституционный суд? Сборище военных, сборище пособников военных, 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 совершающих военные преступления. Какие они юристы? Да они не юристы, они хуже официантов на каком-то перу, так сказать, упырей кровавых. Какие они юристы? Какой чертовой мать конституционный суд? Какой вообще в России суд? Какие там эти судьи? Да это все люди, которых ждет в лучшем случае судебная скамья. Они сами будут давать показания. Придет это время и с них спросят. Сем вы занимались, когда вы поддерживали режим на совести которого там десятки тысяч, а может быть к тому времени уже будет сотни тысяч жизней людских. по-твоему, какие-то берюльки они там играют. Не будет у них, у них нет никакого 20-го года. У них нет никакого 20-го года. У них вообще нет будущего. Я понимаю, что оно может и у меня не быть, но у них его точно нет. У меня еще как карта лягут. А вот у них точно нет 20-го года. Не доживут они до 20-го года в качестве какого-то политического режима. Я уж в этом точно уверен. Поэтому пусть обхотят принимать. Пусть они принимают, что они по вселенной, что они властелины мира, Марса, Венеры и чего-то еще. Ну и все это будет бумажка, которой нужно сходить в одно место и там использовать по назначению. Хорошо, Геннадий Владимирович, еще хотел спросить относительно деятельности, скажем так, пропагандистов, потому что вот у Соловьева уже всерьез размышляют об ударах по Казахстану в рамках борьбы с фашизмом. Ну не знаю, возможно, вы видели этот фрагмент или нет. Ничего не видели. Не видели, да. Ну вот задумались они, об этом уже говорят. Вот как думаете? Да и мне об этом задумываться надо этим пропагандистам. Я все время говорю, что они себя загнали в такой угол, в котором не находится даже высшая политическая руководство страны. У этих хоть еще есть возможность Путина броситься в ноги сказать, дайте гарантию личной безопасности, я все сдам, все передам, не убивайте меня. У другого круга, который вокруг него есть, выход арестовать Путина, отстранить его от власти под гарантией личной безопасности и там каким-то образом жить дальше. А у этих вообще нет никакой возможности избежать наказания. Ну, если только они повесятся или застрелятся. А куда? Они сдать Путина, арестовать они не могут. Броситься в ноги попросить гарантии личной безопасности они не могут, потому что их никто не даст и вообще они никому не нужны. Поэтому эти ребята сейчас будут отрабатывать до упора, вот сколько могут до своего там суда, до своего ареста. Это уже не за горами дело. Многие из них очень молодые, так сказать, им предстоит пройти все эти судебные и прочие процедуры. Ну, может быть, трибунал. Не знаю, как там будет складываться дальше карта. Вот. Поэтому, чего там, чего мы их слушаем, эти пропагандисты? Чего там они говорят? Да плевать на них. Согласна. Геннадий Владимирович, все-таки хочу еще спросить ваше мнение относительно ситуации с иранскими ракетами. Да, много тоже об этом также говорят. Но мы знаем о том, что в Израиле, в Совете национальной безопасности заявили о том, что если Иран таки предоставит Российской Федерации эти баллистические ракеты, то тогда Украина получит тоже современное оружие. Вот как вы думаете, как здесь может развиваться ситуация или, возможно, нужно действовать на опережение или какие-то другие механизмы уже там Израилю предпринимать? Вот как вы думаете? Ну, я не хочу думать за Израиля. Они сами пусть думают. И у них там приходит изменение отношения к войне с Украиной. Слава Богу, что они, по-моему, эти изменения идут в правильном направлении. Израиль является серьезной технологической страной. Серьезным ВВП. У него ВВП там, по-моему, намного больше четверти триллиона долларов. И он продолжает расти. То есть страна развивается. Она делает хорошее оружие. Она делает хорошую систему. Хороший авиатор, хорошие танки, хорошая система наведения. Хорошая система ПВО, ПРО и так далее. То есть это серьезный игрок в военном смысле этого слова. Поэтому я надеюсь, что Израиль, вот эти слова, это не пустые слова и не пустые обещания. Это продуманная стратегия, тактика. Но я бы обратил внимание на другой фактор, что складывается международная ось зла. Россия, Иран в какой-то степени, Северная Корея. И вот это самая опасная ситуация для всего мира. То есть американцы должны понимать, и я надеюсь, они очень хорошо это понимают, что с разрушением путинского режима, скорее всего, рухнет Иран и многие другие диктатуры. И вот это вот серьезный вопрос, который должен войти в стратегические планы всего мира. Потому что сокрушение путинского режима приведет к эффекту домино, политического домино. И начнут падать костяшки с другими режимами. Ну типа там какой-нибудь Центрально-Африканской республики, Венесуэлы, каких-нибудь среднеазиатских диктатур. Будет ситуация серьезно меняться на Ближнем Востоке, как говорится, далее везде. И вот это вот тоже сейчас очень важно. Поэтому Иран, я думаю, следующий. Иран следующий. Потому что страна, которая угрожает уничтожить целое государство, целый народ, а Иран угрожает ядерным ударом уничтожить государство Израиль, там вообще живет 9 миллионов человек. Просто так сказать, чтобы понимали кровожадность этих публичных заявлений уранского руководства. Я думаю, что там тоже надо думать о том, что вот уже там идут серьезные брожения, уже там идут серьезные восстания, уже там идут серьезные столкновения. Надо помогать. Надо помогать. И тогда никому не будет больше поставлять баллистические ракеты для уничтожения мирных граждан, для уничтожения мирных жителей. Вот, кстати, свежая информация. Трое людей такие погибли в результате сегодняшнего ракетного обстрела в столице. Среди них 17-летняя девушка. Геннадий Владимирович, на этом сегодня предлагаю поставить точку. Но я вам очень благодарна за интересную беседу, благодарна за ваши ответы. И, конечно же, пользуясь случаем, всегда приглашаем и ждем у нас на Политеке. Уважаемые друзья, я также благодарю за внимание и вас. Подписывайтесь на YouTube-канал Политек, оставляйте свои комментарии. Для нас это очень важно. Всего вам самого доброго. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»!